Дело в том, что я не знаю, думал ли ты об этом, а мы говорили друг другу ты, потому что знакомы в Линкольн-центре, что в этом году такая небольшая, но все-таки годовщина. 20 лет тому назад, в 1997 году, в Линкольн-центре был организован фестиваль «Дни памяти девок». Именно тогда, в Линкольн-центре, фактически впервые выступили все вместе, главные звезды 90-х и нулевых годов, уже такие наши легендарные, артисты, когда еще совсем молодые, Николай Цискоридзе, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, совсем юная Церепанда Захата. В общем, это такое, я не знаю, было ли это такое совпадение или нет, но он спустя 20 лет, уже в рамках фестиваля «Дягерев Полскрип» установил, что Дягерев как бы возникал. То есть он возникал все это время. Это именно все время возникало в жизни Сергея Данилляна, его агентства «Артани Артист». Но это некая такая точка отсчета. Импрессариум, антрепренер, импрессариум, все-таки это более такое высокое и красивое слово, которое, безусловно, присутствует сейчас в нашем лексиконе, а его в общем не было. Его не было почти 80 лет. И вообще все, что связано с импрессариумом, это сразу такая ассоциация со стяжательством, с людьми, которые наживаются на бедных артистах, и так далее, и так далее. Такие какие-то абсолютные модели советского воспитания тоже включаются. И, пожалуй, единственным, кому удалось этот штамп преодолеть или обменить даже абсолютно, это был, конечно, Сергей Павлович Дягилев, который, конечно же, никогда цель деньги, никогда для него эта цель не существовала, а была страсть творчества, страсть создания какой-то новой реальности, которая вошла в историю под названием «Русские сезоны». В какой степени, так сказать, Дягилев, его наследие, его принципы соотносятся с артами артиста, с твоей деятельностью? Вот об этом, я думаю, мы сегодня и поговорим. Да? А чего? Ну, по крайней мере, Дягилев был каким-то таким зачемом для нас. Скажи, пожалуйста, вот я упомянул, что мы познакомились с кого-то в начале 80-х, ты учился на экономическом факультете ГИТИСа, и, собственно говоря, как ты там оказался? И почему вы там? Сначала я оказался на театровическом факультете, на отделении как раз нашим театроведом. На театроведом. Да. Я получился на 2 года. Я думаю, что это были, наверное, самые лучшие годы в КИТИСе, поскольку это были те самые 2 года, в течение которых можно было много узнать и много почувствовать. И что, в принципе, я всегда говорю о том, что я счастлив, что у меня были эти вопросы на театре, которые помогали мне всю жизнь. Впоследствии в том, что я поменял отделение, поменяв отделение, не потерял вкус и чувство любви, как искусство театра, которое со временем перевозило перед искусством танцев. Ну вот ты по своему опыту знаешь, что театроведы в основном идут те, кого не взяли в актеры. А вот кто идёт в экономиста, скажи? Кто думает, что как экономиста можно заработать больше. Но ты сделал совершенно феерическую карьеру, потому что я знаю, что в 29 лет ты уже стал заместителем директора из лучших главных театров России Советского Союза, Бен Коул. И, похоже, как-то твоя карьера очень бурная и счастлива состояла уже в твоих 30-ти годах. Честно говоря, я не знал, Сереж, что ты помнишь даже это. Но к 29-ти годам, я думаю, что самое важное было не стать, если вы не любили театру Ленцеву Комсомола, а тот факт, что к своим 25-ти годам я успел встретить девушку, которая сломалась во время сессии Кобу и стала моей беспутницей по жизни последние 35 лет. И я думаю, старший поприветствует эту девушку. Она сегодня вечеринка. И сломается Кобу в очередной раз. Я попросил сегодня водителя провести её. И кроме этого, думаю, что это тоже очень важно, что в 29-ти годах у меня уже было два сына, которые сегодня уже взрослые ребята. Но в 29-ти годах тогда, по тем временам, конечно, ты прав вставить заместительного директора в таком театре, как в театре Ленцеву Комсомола. Это было серьёзно, но это была полная безусловность, поскольку я понимал, что дальше расти некуда. Марго Анатольевич, просто мы сейчас так говорим, чтобы не обижать второго нашего сына. На самом деле, это было посвящено старшему сыну, который был взрослый. Но никого не обижать. Сегодня мы говорим о том, что это сочетание двух слов в арт. В. 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 В Российском союзе, когда он назывался Всероссийское театральное общество, мне повезло, и я студенту четвертого курса работал на фестивале, и когда фестиваль закончился, у меня Александр посоветовал Марку Анатольевичу обратить на меня внимание. Но это в 80-х. Да, но я к чему, я к тому, что, может быть, я стал директором Центрального дома актеров, предложил мне перевести агентство в Центральный дом актеров. И дуэту рекомендовал у меня в театр Кушкина, где нам предоставили кабинет Таирова, который не занимал никто в силу того, что все считали, что над этим кабинетом проклятие. И мы занимали достаточно большую площадь вместе с торжественным фойе, в котором в 90-м и 91-м годах проводили фестивали по тем временам от Рождества до Рождества. Это православное Рождество, музыкальные и тендеральные камерные программы. И я думаю, что да, это были непростые годы, и не случайно делалось до того году, когда наши дети должны были пойти в школу. И я думаю, что многие, кто здесь присутствует, просто не представляют, что такое накормить ребенка в 90-м году. Поэтому тот факт, что нам приходилось на суточные от гастроли покупать, как надеюсь, за границей продукты питания, чтобы накормить детей, делились с детьми. Семьи наших друзей, у которых тоже были дети, они были непростые. Но в 90-м году, продав одну из наших квартир, причем сегодня, я не сожалею, на честных прудах, мы решили попробовать нашу жизнь в Америке, в частности в Нью-Йорке. Но, сняв квартиру, этого было недостаточно, очень хотелось заниматься бизнесом, мы заодно сняли сразу два крупнейших салата, театральный Харнега Холл и Эври Фишер Холл. И показали, где программы деньги от продажи квартир, да. А Нью-Йорк-стейт? Да, и получилось так, что, в общем-то, без знания языка, без связей, только с чувства любви к искусству, мы провалились финансово. То есть это были провальные гастроли? Они экономически были провальные, но они были очень хорошие, хотя, к сожалению, на тот момент, в частности, новый опыт, который мы представляли. Потому что мы искали новых артистов, новые коллективы, и вы понимали, что в те годы, в 94-м, в частности, году, А слышно так? Да. В 94-м году, скажем, ситуация в Мариинском театре и в Большом театре была такая, что говорить о каких-либо гастролях было практически нереально. Вы помните, в 95-м году произошла смена руководства, участки Тимбалета и вообще к нему, менеджменты в обеи компании, в обеи компании. Поэтому новый образ с Сибирем Полу нам казался тот самый перспективный, интересный, и мы уже ушли в плавание, когда получил Сибирь парк, Сибирь парк, он, в принципе, подействовал на его состояние, на его здоровье, поэтому ожидать чего-то невероятного, такого, как мы делали у этого, было нереально. И мы решили, что вот как и наш кусок Лего. И вы переключились на балет? Ну, на балет мы переключились чуть раньше, благодаря ленте Лего, которая, в принципе, была нашей крестой. Балетик, хотя она спокойно относится к этой истории, пригласив в наш как-то наш спектакль в Большой театр, ская и нашел ключик, мы долго пытались понять, где Илза на сцене. А потом, когда мы поняли, где Илза, мы поняли, начали понимать, что такое иерархия и вообще, что такое балетный театр. Мы еще до конца не понимали. И не могу взять на себя смелость сегодня сказать, что мы его понимаем настолько хорошо, но мы многое понимаем. Но на тот момент было непросто. И учитывая, что наша деятельность происходила на двух претенентах, мы понимали, что таким образом мы осложняем нашу жизнь. И решили позже, уже в 1996 году, сосредоточиться больше на работе в Америке, хотя тоже не понимали еще, а куда будем двигаться. И вот 1995-1996 год – это два практически переломных года. Потому что, Сережа, хочу понять вопрос в том, что с экономической точки зрения или все-таки… Для нас очень важна была не только экономическая составляющая нашей жизни… Нет, я только говорил о возможности самореализации, возможности… Ну, с точки зрения же самореализации, в 1995 год, в гастроли трупа Кросса Лимон, я сажусь в самолет и читаю книжку, дневник Асидора Тунхан, называется книжка «Божественная Асидора». А тут возникает идея этой премии божественной. Это история, которая привела нас к Диане Вишневой. И Диана Вишнева стала первым гауреатром. В 1996 году я с ней знакомлюсь, она в шоке. Театр все ее уже не любят, она только пришла в театр, а уже «Божественная Асидора Тунхан». И 1996 году, я только что, кажется, увидел, если это правда, то это просто замечательно, здесь должна быть Нина Алаверг. Нина-то здесь только что пошла. Это она собиралась, но это не она. Мне показалось, что была Нина Алаверг, в разговоре с Гайей в Нью-Йорке, порекомендовала мне встретиться с Борисом Эфимовым. И вот в один год практически мы встретили двух людей, которые стали для нас путеводной звездой, можно сказать. Мы очень-очень много определили. Они определили практически все, потому что мы уже 20 лет сотрудничаем с другим Борисом Эфимовым, и столько же лет мы дружим и работаем с Дианой, очень много успели сделать за эти годы. И практически вот этот переломный момент, чем нам заниматься, куда нам стремиться, он… И с кем. И с кем? И с кем? Глава Сокерберга. Ну, вот по моим ощущениям, от американской публики, такой молодежеспособной публике Нью-Йорка, кто готов заплатить 100 долларов за билет, кто покупает на Истару джессинг циркл, кто потом идет, я не знаю, куда-то в базу и так далее. Они очень консервативны по своим вкусам. Они не достаточно тяжело привыкают к каким-то новым именам, к новой хореографии. Балет – это «Пачки», «Лебединое озеро», «Наташа Макарова», «Миша Барыш». Есть некая инерция больших имен и больших звезд. Как тебе удалось это все преодолеть? Я не могу сказать, что мы преодолели так легко. Но, безусловно, скажем, когда мы продюсировали первый проект «Красота в движении» с Дианы Вишневой, и она танцевала с Пендалтона, Двайта Робна, и при этом еще Алексея Ратманского на музыку Шангарка Урна-Пиро, я не могу сказать, что восприятие зрителей в Нью-Йорке у нас был специальный вечер с тропой ABT, с ужином. Все, о чем я только что рассказал, все это было, потому что им резало ухо речитативное пение. В общем, они не могли воспринять Диану без пачки. Она делала то, что поставила Мозис Кадолтона, и для них это было как балерина, она должна танцевать спящие, динозеры, а тогда еще Думки Ходжи, Зельвера, Реной Джулетты, и тут она дотворяет такие чудеса. Трудно, но мы приехали с этой программой в Россию, и резонанс в России был совершенно другой. Когда Диана стала танцевать второй свой проект, третий свой проект, когда мы сделали программу «С королями танцев», где основа всего проекта – современная кореография, и это только ущелье. Безусловно, этот стереотип преодолевается. Но я никогда не скрывал, что многое из того, что мы сделали в Америке, имело гораздо больший резонанс и позитивное восприятие здесь, в России, за что я очень люблю нашего зрителя. И это было, на мой взгляд, не случайно, потому что практически все, что делалось, сделалось качественно, делалось честно. И, скажем, даже в Англии воспринималось намного лучше, где очень много происповедных посетей существует. Сегодня в Нью-Йорке одна газета «Нью-Йорк Таймс», которая может написать, она может писать, но в основном пишет еще. Поэтому преодоление, я не могу сказать, что мы уже преодолели, но, по крайней мере, это такой процесс, который постоянно происходит. И мы всегда слышим, ой, русские должны танцевать в другой классике, потому что лучше русских классиков никто не танцует. И тут я не могу не согласиться, действительно, классика танцует наши лучшие все люди. А давайте вернемся все-таки к этому призу, особому божественному, дивайну. Я так понимаю, что первая все-таки была у достойной Ульяна Лопаткина. Какая это была поставка? Нет, первая была у достойной Ульяна Лопаткина. Она впервые слицевала в Москве, и поэтому театральные критики, которые об отделяли Ульяна Лопаткина, численно голосованием, они и назвали ее чаще всего. Потом была Ульяна? В 96-м была Ульяна, а в 97-м был Владимир Валент. Владимир Валент. И все божественно среди нас бывший дух. Ну, на самом деле, время была придумана не столько для нас, сколько для артистов, для стимуляции их творческого труда, скажем так. А ведь что было, так сказать, в 96-м, в 97-м году? Вы можете представить себе, что это такое, да? Получала возможность своего бенефиса в Большом театре. Первые лауреаты и Диана, и Ульяна, вот сегодня, кто из нас выходил на выступу, могут увидеть, что у нас две афиши в 97-м году, когда их честно. Диана танцевала с труппой Большого театра, со своим партнером образноительского театра Паруком Русимаком, версию Большого театра «Донгер». Ульяна танцевала, и на сцене Большого театра получила приз. Ульяна танцевала по интервью со своим партнером из Мариинского театра Игорем Зеленским. При этом для всех четверых это было их первое выступление в балетном спектакле на сцене Большого театра. Практически, я не хочу сказать, что мы прямо, именно мы, но после этого сотрудничество между двумя театрами, оно огрыло совершенно иную форму. Театры стали огнивываться гастролями, получили поддержку мэрии Москвы на тот момент и губернатора Санкт-Петербурга. И, в общем-то, это сотрудничество, оно уже впоследствии сегодня ни у кого и вызовет удивление, если кто-то из премьеров Мариинского станцует в Большом, или кто-то из премьеров Большого станцует в Мариинском. Но в 1996-1997 годах это была сенсация. И все-таки, возвращаясь к теме этого приза, этого титула, скажем так, почему его судьба завершилась на Малаховом? Ну, потому что после Малахова практически не было никого. Ну, была Светлана Захарова, которая должна была в 2003 году получить приз во время гастроли Мариинского театра на сцене Кодек театра в Ланс-Анджелесе. На то, что тогда еще премия Американская Академия Телескутства вручалась там, до сих пор в театре. Но в тот год она буквально накануне гастроли перешла в Большой театр. Поэтому присутствовать на гастролях не могла, приз был готов и церемония не состояла. А где этот приз сейчас? У автора. Дизайнера Александра Солчера. Роман Кистович Слежинский мы знаем, есть и другие примеры танцовщика. Я знаю, что ты принял участие в переходе Натальи Осиповой и Иванова Осенева из Большого театра в Михайловском театре. Это был некий такой драматический сюжет для Большого и для всего нашего монетного сообщества. Как это происходило? Можно мы вернемся? Ну давай вернемся. Просто, пожалуйста. В пользу с тем, что Наталья Ивановна здесь. Наталья Ивановна в 1997 году была нашим друзьем на фестивале памяти Сергея Павловича Дегляева в Нью-Йорке. И у нее была возможность встретиться с одной из балерин. Валерусы? Красовской? Тамара Рожей. Тамара Рожей. Тамара Рожей. Нет, еще издал. Красовская. Красовская. В 1997 году она эту фотографию привезла. Я к чему? К тому, что это как раз была та самая балерина, ее назвали Дегля, которая нам всем рассказывала о том, что он с ней не рассчитался. Возвращаясь к тому, что я говорю, ну это так. А что касается, чтобы объяснить вам про историю с переходом, я хочу просто, чтобы вы поняли, чем реально мы занимались к тому моменту, в 2021 году. Потому что тех пор прошло уже 6 лет и многое изменилось. Дело в том, что у нас две направления деятельности. Гастрольная работа среди наших клиентов. Балетная труппа Борисского театра, Балетная труппа Бориса Ильмана, Михайловского театра, Балетная труппа Ласкало, Борисской оперы и, кажется, Балет из Нормана, плюс Балет Монте-Карло. Это гастроль. Продюсерская деятельность. Значит, у нас были проекты, и остается «Карли танцев». Просто мы его не прорабатываем сейчас в силу отсутствия кадров. Три проекта с Дианой Вишневой, два проекта с Натальей Осиповым и Иваном Васильевым в салоне. Мы пришли две программы. Проект «Отражение» – женский проект с Большим театром в России. И есть такая программа называется «Спорт и форс», мы ее не показываем в России, мы ее показываем только в Америке. У нас было еще направление «Агентское» – это тот самый программ, который я меньше всего любил. По разным причинам. Это то, что мы представляли интересы, скажем, Диана Вишневой, Ивана Васильевая, Наталья Осипова и Полина Семеновна в Америке. Но по Наталье Осипову и Ивану Васильеву это еще и происходило в России. Поэтому, как их агенты, мы в 2011 году получили предложение от Михайловского театра о переходе их из Минерального театра в городское театр. Когда артисты ко мне с этим вопросом обратились, речь шла о том, что таким образом мои отношения к Большому театру, в частности генеральный директор Анатолий Александров, могли бы испортиться. То есть, человек, которого я знал очень много лет, человек, который способствовал, как и Алексей Ратманский в 2007 году, к тому, что мы вернулись на российский рынок и в 2007 году показали проект «Арлитансы» в Большом театре. Они у нас лицензировали балет «Урок Флеминга Флеминга» и позже лицензировали «Сильфиновый постановки Йоганна Полборга». Наше сотрудничество было на высоком уровне, и вот сейчас есть шанс, что это все испортится. Когда артисты сказали, если бы вы, как наши агенты, не проведете переговоры, то вы боитесь, то мы с вами не будем расстаться. Поэтому я решил поставить в известность руководителя Большого театра о том, что артисты хотят покинуть дело. А во-вторых, предложить руководству Михайловску театру условия, которые, наверное, нормальный человек не принял. И когда я показал артистам какие-то условия, то артисты сказали, что если принять половину этих условий, то они все равно согласны. Были приняты все условия, не все условия были выполнены, но артисты обитали в этой ситуации полную сторону. С чем была связана сама идея? Во-первых, мы должны понимать, на тот момент, когда Иван Васильев и Наталья Осиповы воспринимались во всем мире как английский капот. То есть это была не просто пара, а это была пара, которая живет вместе. Они, может быть, не были женаты, но это была пара, которая жила, грубо говоря, гражданского брака. Это первое. Второе, репертуар Ивана Васильева для Большого театра был достаточно ограниченным, но он был его. Для Натальи Осиповой с ее фантастическими возможностями она могла сносить в Большом театре гораздо больше. Но ей не давали. Что правда, то правда. Ей не давали, ее обманывали. Когда к ней обращались с вопросом, какие у вас проблемы, то никто ее проблемы услышал, не мог. Поэтому для Наташи было очень обидно, что она хочет танцевать. Я не хочу сейчас перечислять название. Что она хочет танцевать. И этот балет, и тот балет. И она чувствует, что она может. А ей не дают, потому что все время ссылаются на некого человека, который решает эти вопросы, а человек даже не в курсе. И когда это стало ясно, Наташа, естественно, сказала, что я хочу покинуть в Большой театре. То есть Иван, в принципе, ушел с Наташей за компанию. Условия были приняты, ребята перешли. Безусловно, меня приняли в том, что я вообще сжиму за их счет. Чтобы было глупостью, потому что если кому-то огласить себе, сколько получают артисты балета и как можно. Поэтому нет агентов, которые могут работать только с артистами. Это не Нуриев, не Барышников, с которыми можно было работать и действительно зарабатывать большие деньги. Потому что они танцевали в год по 200-250 спектаклей. То, что Нуриев, он взялся в год, так много танцевали. Поэтому с нашими, с этими этими артистами постановка вопроса, что агент может существовать за счет своих артистов, это вообще не обсуждает вопрос. Тем более, что со многими артистами с кем мы выступаем отношения. Одно из моих первых условий, что у них все должно быть хорошо. Они должны быть в квартире, у них должно быть обеспеченное будущее. Потому что их карьера такая короткая, я могу заниматься моей профессией до конца моей жизни. А им все-таки в какой-то момент нужно принимать решение, кем они хотят стать дальше. Вот, перетерпев все эти обвинения, я принимал, что отношения с Большим театром испорчены. Прошлось ждать какой-то период времени, пока пришел Владимир Георгиевич и Тюдор, с которым мы дружим 30 лет, уже больше. И, в общем, двери открылись снова, и возможности появились другие. И, естественно, дальше уже многое зависело от того, как складывается карьера для другого исполнителя, я имею в виду Ивана и Наташу. И Наташа сделала свой выбор в просьбу королевского балета. Она полюбила Лондон, она полюбила трубку. Она самая большая звезда в Лондоне. И, естественно, ей это нравится. И она сегодня делает очень много и ко многому имеет доступ. Чему она не имела, то этого никак. Я знаю, что она очень помнит Белопейну. И разбирается сейчас там много. Ну, Сережа, они когда ушли из Большого театра, они танцевали вообще по всему миру. От австралийского балета до мира. Мюнхенской труппы балетной. От американского театра балета до, я не знаю, того же Королевского и Ласкава. То есть у нас когда переезды, трансформации по миру были такие, что... Но что было важно, что они обрели ту самую свободу, о которой, в принципе, в 90-м году, еще при Советском Союзе, мы задумывались, как создать условия, чтобы артист был свободен в самом режиме. Другая история, кому что природой дано, насколько их талант может развиваться, иногда желание с талантом не соответствует. Поэтому это было очень важно с самого начала понимать. И все, что они станцевали, все это только обогатило их. И в какой-то момент наступает необходимость стремиться к чему-то другому. И сегодня Иван занимается кореографией, и продолжает танцевать в России больше, чем за границей. А Наташа работает на новом проекте. И только вот в этом сезоне у нее выйдет три. И я очень рад, что один из проектов сделал его с самого вместе. И я вспомнил свое интервью с Александром Перре, это директором Паскала, такой очень серьезный дядя, который мне долго объяснял, что он сделал с калибром. И у него ворочного нет, и Марии Каус тоже нет, и Трепли, и замечательные артисты, но все равно это все не то. Когда это сказал Николай Соскалица, он со свойственной его язвительностью отметил, ну конечно, в тот момент, когда Александр Перре решил, что он должен получить столько, сколько Марию Каус, Мария Каус закончилась. Вот как ты думаешь по этому поводу? Вот власть администрации, власть дирекции, вообще вот эти государственные структуры над артистами, это преодолимо? Или это уже некая какая-то неизбежность, в которой или ты сменяешься, или просто из этих коллективов выходишь? Для наших театров, к сожалению, отношения менеджмента с артистом, они принципиально отличаются от того, как они строятся на Западе. Скажем, на опыте американского балетного театра все переговоры артистов, чьи интересы мы представляли, проходили только через нас. Артист не участвует разговаривать, артист говорит, что он хочет за свой труд. Другое дело, что вопрос ментальный, насколько наши артисты готовы воспринимать западные условия оплаты труда. Ну, скажем, в том же американском балетном театре оплата труда ежедневно, что не здесь, а то, что ты можешь в ту неделю, когда тебе будут платить, танцевать, имеют спектакль, ты можешь подписать на тракт на 12 недель работы, в сезоне будет работать много раз, из них 4 недели, все знают репетиционную, 8 недель спектаклей. И количество спектаклей, просто психологически наши артисты считают так, 12 недель мне заплатят, грубо говоря, 100 рублей, а за эти 100 рублей я должен 10 раз танцевать, это же невозможно, потому что они начинают делить, и они совершенно не понимают о том, что вся система оплаты труда отличается принципиально от того, что дело происходит здесь. Даже потому что сегодня в России пытаются совершенствовать систему оплаты труда творческих работников, все равно возникает вопрос о том, что насколько труд артистов достойно оценил. Ну, считается, например, что танцевать в Большом театре это престиж, то есть поэтому можно не платить больших денег. Есть артисты, которые на это соглашаются, а есть артисты, которые говорят, нет-нет, почему я поеду в холодную Россию, из языка не знаю, и буду танцевать, когда я могу, сидя в Америке, заработать гораздо больше. Другое дело, что вся налоговая система, при этом разная, даже налоговая система в Америке, если бы в Америке платили, мы бы платили 13% от нашей зарплаты, мы бы были счастливыми людьми, но мы бы платили до 40%, а те, кто получают, очень много, где платят или 50% от нашей зарплаты, поэтому сравнивать нельзя. Но тот факт, что артист на Западе в меньшей степени задействован в процессе решения оплаты его труда и оценки, мы говорим об артистах высокого уровня, мы не говорим об артистах «картаболета», где существует своя общая система, есть профсоюз, который отставит эти интересы. У нас нет профсоюза в России, никакого вообще, но он есть, но такого, который отставил интересы, поэтому сегодня считается, что, скажем, ты едешь в Америку, или едешь в Англию, а там сумасшедшие профсоюзы. Да, я могу честно сказать, что за 20 с лишним лет работы в Америке, если мы посчитаем, сколько мы заплатили членам профсоюза исторических работ, я имею в виду, монтировщики, костюмеры, рассветители, бутафоры, и так далее, то вы поймете, что до 60% базовой оплаты труда это только начисления за их социальные благ. Значит, о них заботятся. Но эти интересы отстаивает профсоюз. У артистов высокооплачиваемых, за большим исключением, я встречал, чтобы дирекция могла бы согласиться на какие-то исключительные успехи. У вас стало существует своя планка, по которой они оценивают труд артистов. В американском балетном театре своя планка. Более того, ведь сегодня очень много доступных в интернете. Можно посмотреть, сколько по отчетам налоговым, можно посмотреть, сколько зарабатывает, скажем, Валерина Х. Да? Это не скрывается. Поэтому ты можешь понять, скажем, какой у него. Какая у него плана. Но то, что администрация пытается запрещать собственные интересы, Интересы. Да, собственно, интересы. Ну, мы все знаем и все всегда спорят о том, почему там, скажем, руководители американского балетного театра получают так много и получают весь год. Потому что трупы, да, артисты сами, оплачены только на полгода. А следующие полгода, или внутри эти полгода формируются, они получают пособие по безработице. Если кто-то не такие, как Марсал Горнстон, Дэвид Холберт или еще кто-то, кто может ездить по миру, так называть другими компаниями, участвовать в съемках и так далее, получать какие-то рекламные контракты и так далее. Поэтому, ну, я вынужден иногда общаться с руководителями больших компаний по разным вопросам, связанным с оплатой труда. Но могу сказать, что иногда бывает очень сложно видеть исполнителя в том, что это максимально возможное условие. А иногда артисты понимают очень быстро, а некоторые говорят, ну, какой смысл тогда ездить так далеко, можно, сидя дома, зарабатывать гораздо больше. Немножко по разнице психологии западных артистов и российских. Ты в моем интервью сказал, что, например, российский актер, категорически артистный балет оказывается, он участвует в благотворительных действиях. Ну, по крайней мере, когда возникает такой вопрос, то, как правило, западные артисты в меньшей степени озадачиваются тем, делать им это или нет, поскольку акция, о которой идет речь, как правило, бывают акции известные. По борьбе со СПИДом, по борьбе с браками груди, по борьбе с бедными. Ну, вот, скажем, просто, чтобы далеко не ходить, в Пуэрто-Рико произошла эта катастрофа. Ну, кто становится главными людьми, которые ведут за собой историческую часть Дженни Пермонс. Она не балерина, я понимаю, но есть исполнители происхождения и спорта, которые присоединяются к ее команде и начинают, естественно, собирать средства и участвовать в разного рода акциях. Ну, по борьбе со СПИДом участвуют практически все, к кому только не обращаются танцовщики, потому что многие этим позабочены в силу разных обстоятельств. Но наши артисты, они с трудом, но как-то продвигают. Да, я думаю, что это придет, поскольку, в принципе, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы молодая страна, Россия, если считать основанием краха Советского Союза. И мы говорим о том, что мы пытаемся быть цивилизованным обществом. Ты хочешь сказать, что русские артисты более наркантильные, чем в Западе? Они, безусловно, более наркантильные, но их наркантильность не связана с тем, что они хотят быть такими. Она больше связана с какой-то неустроенностью, с какими-то проблемами в собственных компаниях, творения, креатива, аптисити. И когда артисты приходят и говорят, что если они примут участие, их снимут в зарплату, они чуть ли не плачут. Поэтому ты говоришь им, пусть снимут, я лучше вам заплачу то, что вам не доплатят. Но если вам это нужно. Они на это соглашаются. Но сам факт, что это происходит, свидетельствует только о том, что психологически наши артисты все равно пока не имеют свободы. Свободы в самовыражении. Свободы в самовыражении человеческих, понимаете? Я не говорю о творчестве. Поэтому пока этого нет, вот это рабское решение будет присутствовать. Ну, что, наверное, настал момент, мы можем обратиться к нашему замечательной аудитории, может быть, есть вопросы. У меня много вопросов свежих, но давайте все-таки по ошибочке. Да, понятно. Вы сказали нам по росту, что вы работаете на одного проекта. Вы не расскажете, что это за проект? Нет, подробнее не расскажем, поскольку это… Это достаточно непросто рассказать. Но берите терпение, я думаю, после Нового года объявляю. Второй вопрос. Не привезете ли вы ее в будущую революцию? Наташу точно нет. Планируется ее выступление, по-моему, в «Легенде» с Володей Шульверовым. Но проект новый мы… Нет, мы проект привезем в сентябре следующего года в Петербург. Это точно. Спасибо. А что в Москве будет? Да. И в Москву привезем. В сентябре тоже? Да. Наши примеры планируются в августе следующего дня. А в «Легенде» с Володей Шульверовым? Да. В первой лекции, когда я работал как член жюри на «Золотой маске», у меня было время, и я эти два месяца отсматривал спектакль и приезжал в Петербург, читал курс лекции. Он был фантативный, он назывался «Инновационная программа в танцевальном искусстве». И на самой первой лекции я попросил студентов, кто пришел, попросил их в необычной форме зачета. Я не подложил на выбор, выбрать одну из песен, чтобы перевести, чтобы понять, о чем песня, и на эту песню придумать номер, то есть создать команду, с которой они могли бы сделать номер. Ну, вот завтра в Юсуповском дворце, в Домашнем театре будет финальный показ, уже готовый разработать. Но через два месяца после первой лекции те, кто хотел, представили экспликации своих работ в очень интересной содержательной форме, что позволило мне предложить завершить эти работы. Я не знаю, есть кто-то из студентов? Я. При том, что Вероятна вообще не студент, а отделение, где изучают, где готовят продюсеров, она оказалась единственной, кто попросилась поучаствовать в этой деятельности. Да, здравствуйте, очень приятно, меня зовут Вероника Смирнова, и проект Сергея стал для меня настоящим новым этапом в жизни, поскольку он перевернул в какой-то степени мое сознание о своих возможностях. Я завтра представляю один из номеров, номер «Объединяет два города», и сегодня присутствует хореограф моего номера, это Елена Владимировна Прошина, она лауреатка премии президента России, специалист по модерну, и завтра надеемся представить наш номер. этот проект у нас получился достаточно интересным, пять участников, и каждый номер несет свой особый авторский стиль, и группа «Битлз» этот посыл любви и добра, он объединил и танцовщиков разных направлений и разных жанров. Поэтому сегодня хочется еще раз поблагодарить Сергея, что он дал возможность поверить в свои силы, и дал возможность создать совершенно новый проект своими силами. это действительно было необычно, и до сих пор я не могу поверить. Очень ясно. Ты много видишь? Спасибо вам. Позвольте ясно. Да, конечно. Вот, знаете, все самые великие, я имею в виду Диана, ну, за пару раз, кстати, состоялась почему-то, да? Наташа Васикова. Вот вы пробовали в «Битлокате» или как-то «Ульяне» Сережкиной, надо сказать, другие, как-то тоже, ну, «Ульяна» Лопатки. Пробовали каким-то образом что-то с ней сделать? Или это просто у вас тоже есть свои какие-то? Ульяна, на самом деле, ну, «Ульяна» была тем самым сложным человеком для общения. Из всех деятелей, которые финцевали искусство, с кем я пришлось работать, где вообще общаться, по разным причинам. Я думаю, что мы очень поздно с «Ульяной» почувствовали друг друга. И когда мы почувствовали, я ее пригласил участвовать в проекте, мне было больно услышать, что, когда я сказал, что там полет, она сказала, Сережа, я летать, я полетать, я с удовольствием, я ходить не могу. Человечный, говорится, да? Я же не хотел бы повернуться еще к нашему «Ангелу-хранителю». Сергею Павловичу Дягеру, который, как я сказал, что здесь безусловно много было присутствовать. И сейчас процитирует на одно письмо, которое он написал в 1895 году. Своей мачехи, с которой он был очень близких отношений, которую он очень любил, Ильяна Мильяна. Там он дает себе такую автор характеристику, которая, мне кажется, многое проясняет в его продюсерской дальнейшей работе его написания. Я, во-первых, большой шарматан, хотя известно. Во-вторых, большой шарматан, в-третьих, нахал. В-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов. И в-пятых, кажется, бездарность. Впрочем, я, кажется, нашел мое настоящее назначение – медсенатство. Все данные – нам и денег. Ма-ка-пэ-да. Что из этих качеств тебе подходит, скажи? Точно подходит по 12-го. Сразу вам не смешно. Завтрашний показ в Юсовском театре я участвую в финансировании, чтобы поддержать студентов, хотя на первой же лекции им было предложено постараться самостоятельно оценить собственную работу, собственный проект, то есть бюджет, и найти средства. На презентации было приятно увидеть, как они это делают. И что-то они, безусловно, нашли. На все остальное я им помогу. Шарлатан – точно не Шарлатан. А вот Юлис – ну не нахава. Я не думаю, что кто-то может пожаловаться на то, что я нахава. Хотя же нам тоже дальше не надо. Что еще? Хорошо. А, бездарный? Точно бездарный. Ну Шарлатан уж точно. Это да, я согласен. А когда, буквально последних там есть опять вопросов из этой просто высокой анкеты, чтобы немножко еще развлечь и взбодрить наши. Слушайте, твое представление о счастье? Любить и быть любимым. Какими качествами должна обладать женщина, чтобы вечно занимать? Приятности. Самое важное открытие, которое ты сделал в своей жизни? Приятности. Я еще могу. Какими своими достижениями ты, больше всего, будешь строить? Своей семьей. Если было возможно что-то изменить в своей жизни, что ты сделал? Валерий, мне обратил мне больше детей. Какому таланту ты больше всего заведуешь и каким ты хотел сам упадать? Я вообще независим. Что помогло тебе сегодня больше всего обрадовать? Счастья моей детей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.